Ногтями, ногтями не надо ничего загибать. Вы останетесь без ногтей и без пальцев. Это уже проверено на себе. Взяли плоскую отверточку и в путь. И руки целые, и джинсовка красивая. Всем привет, меня зовут Карина. Рада приветствовать вас на своем канале. В видео, которое вы увидите сегодня, я вам расскажу про металлофурнитуру. Эта тема будет интересна, скорее всего, для мастеров, для кастомайзеров, для всех тех, кто любит экспериментировать со своей одеждой. Затрону основные вопросы, которые будут интересны и полезны для того, чтобы без проблем или без каких-либо трудностей установить металлические заклепки на свою одежду. Расскажу о видах заклепок, о видах металлофурнитура и о том, как лучше подбирать этот вид украшения к своей одежде. А также, какие инструменты нужны для того, чтобы установить те или иные заклепки на свою одежду. Потому что там не так все просто, как кажется на первый взгляд. Приглашаю вас за свой рабочий стол и сейчас мы подробно обо всем поговорим. Переместились за рабочий стол и я сразу отмечу, что для удобства я создала оглавление, разместила его в описании к этому видео. Если вы хотите посмотреть конкретную информацию, то просто нажмите на соответствующую графу и видео перейдет к нужному фрагменту. Начнем со стандартной металлофурнитуры, точнее с основных видов металлических заклепок. Моменты, на которые стоит обратить свое внимание при выборе заклепок для декорирования одежды. Мой настольный кейс. Здесь я храню основные виды ходовой фурнитуры. Это можно сказать база среди заклепок. Для удобства я рассыпала каждый вид в крышки. Как вы видите, это обычные крышки для консервирования банок. Такой способ хранения очень удобен для работы. В своей работе в основном я использую заклепки на четырех ножках. Это самый распространенный вид заклепок и для меня самый удобный. Самые удобные в установке и самые практичные в плане эксплуатации. Так как ножки держат ткань по всему периметру основы. Далее заклепки на двух ножках. Две ножки встречаются в основном вот на таких необычных формах. И самое главное при их установке это правильное расположение на ткани. Чтобы заклепка в дальнейшем не выпала из декора. Дальше я покажу в чем особенность. Также бывают заклепки на пяти ножках. Это в основном опять же нестандартные формы. Звезды, сердечки, прямоугольники. Их характеристики аналогичны с заклепком на четырех ножках. Самые практичные в плане заклепки на ткани. Дальше на что я хочу обратить ваше внимание. Так это на то, что при выборе заклепок стоит ориентироваться на длину ножки. У всех она разная. И даже бывает такое, что при заказе одного и того же вида заклепок приходят заклепки с меньшей длиной ножек. Ну или с большей. У меня такое бывало. Видимо это разные партии или продавцы закупают у разных производителей. Не знаю. Я предпочитаю заклепки. Ножки которых длинные. Так как их установка очень удобная и на ткани они держатся хорошо. Не выпадают. Вот сравним. У заклепок меньшего диаметра ножки длиннее. Соответственно и на ткани они будут сидеть устойчивее. С большими заклепками на средних ножках придется немного повозиться. Для того, чтобы закрепить их правильно и надежно. Дальше покажу, что имею ввиду. То есть второй пункт, на который мы обращаем внимание, это длина ножек. Я выбираю длинные. Короткие сразу же отметаю и убираю свои корзины заказа. Заклепки различаются по цвету. Это никель, медные, серебро, золото. Скажу, что мой самый любимый вариант это заклепки серебряного цвета. Для меня это самый универсальный вариант. Остальные цвета я тоже использую, но по мере необходимости, когда мне нужно проработать отдельные детали композиции или подчеркнуть тени вышивки. Дальше, что можно отметить, так это то, что заклепки бывают разных текстур и рельефов. Это разнообразие также помогает в оформлении сложных композиций. Плюс металлофурнитуры бывают нестандартных форм. Это звезды, сердечки, ромбы, квадраты, кресты и так далее. Как показывает практика, чем разнообразнее фурнитура, тем сложнее и интереснее декор. Сейчас я подобралась к инструментам, которые помогают мне в установке заклепок. Самый важный инструмент в моей мастерской и на рабочем столе это вот такая плоская отвертка. С ее помощью я устанавливаю абсолютно все металлические заклепки, которые показывала ранее. Видите, нет никаких мифических машинок, которые устанавливают материалное изделие. Мне часто задают вопрос, а чем вы устанавливаете заклепки, каким аппаратом? Вот этот аппарат. Ничего волшебного, суровая реальность. Дальше это скорее не инструмент, а приспособление, тире изобретение для облегчения работы. Самодельный мягкий наперсток. Внутри я подложила кусочек поролона и обмотала изолентой. Такая конструкция помогает мне в конец не убить свои пальцы. Например, когда нужно установить за раз 200 или 300 заклепок, то неизбежно образуются мозоли на руках. И чтобы хоть как-то минимально облегчить труд, я придумала мягкий наперсток. Выглядит неприглядно, ну а что поделать. Сейчас, собственно, я покажу, как это все работает в совокупности. Берем заклепку, прикладываем к ткани. С лицевой стороны придавливаем ее пальцем. Внимание, заклепка должна прилегать плотно к поверхности ткани. При установке она у вас не должна ходить ходуном. Приложили и немного сделали натяжение. Держим. А другой рукой заворачиваем ножки к центру. Прижимаем их очень плотно к основанию заклепки, чтобы в дальнейшем ничего не оттопыривалось и не кололо. Эта заклепка была на четырех ножках и с плоским основанием. То есть сама поверхность и основание плоская. Сейчас возьму ромб на двух ножках и с объемным основанием. Проделываю все то же самое, только здесь я тщательнее натягиваю ткань и сильнее прессую ножки к центру. Вот это основа, которую необходимо знать при установке заклепок. Первое. Натяжение ткани. Второе. Плотное прилегание заклепки к поверхности изделия. В процессе мы фиксируем наш палец, который держит заклепку. И в этот же момент загибаем ножки. Если вы чуть ослабили нажим пальца на заклепку, то в 50% при эксплуатации изделия эта заклепка выпадет из ткани. Следующая разновидность металлофурнитуры. Это заклепки на одной ножке. Сразу хочу отметить, что для их установки требуется набор соответствующих приборов. Набор соответствующих приборов, конечно, звучит смешно. То есть, если вы приобрели подобные заклепки, то их недостаточно просто защелкнуть и оставить на одежде. Для их установки нужно больше времени. И такие заклепки больше подходят для украшения определенных деталей декора. Например, украсить воротник изделия или выделить карман. Я использую их очень редко. Не потому, что устанавливать их сложно, а потому, что их применение не столь широко в моей работе. В первую очередь, что нужно для установки этих заклепок, это сделать отверстие на изделии. У меня для этого есть вот такой дырокол. Плюс ручные стержни для каждого вида и диаметра ножек. Каким образом работают эти стержни? Берем стержень, прикладываем их к ткани и сверху делаем нажим, либо помогаем молотком. Я сейчас не буду стучать, иначе моя камера упадет со штатива и придется заново все настраивать. Основание у стержня заточено и очень хорошо справляется со своей задачей. Я, конечно же, больше люблю использовать свой дырокол. Стержни применяю только в труднодоступных местах, где дырокол не в состоянии пролезть и вместить ткань в рабочую зону. На дыроколе также имеются разные насадки под все диаметры фурнитуры. Сделали отметку, где хотите установить заклепку. Сделали отверстие. С изнаночной стороны изделия вставили ножку заклепки с лицевой шляпку и зажали. Но это не все. Теперь нам нужно закрепить всю конструкцию, иначе заклепка рано или поздно выпадет из отверстия. А если даже не выпадет, то будет болтаться туда-сюда. Так вот, для таких видов заклепок умные китайцы придумали разные насадки, стержни. У меня есть практически все формы для работы. Видите, они различаются по размерам и по формам. Ищем нужную нам форму. Вот она. Прижали сверху в заклепку и с максимальным усилием стукнули молотком. Я опять же не буду сейчас стучать. Но суть вы поняли. Стержень при этом держите ровно, чтобы не деформировать поверхность фурнитуры. Вот это инструменты, которые нужны для заклепок на одной ножке. А это инструменты для стандартных заклепок, которые можно установить в домашних условиях и, как вы видите, без особых приспособлений. Следующий вид заклепок – это вот такие, которые уже устанавливаются с помощью специального пресса и дополнительных насадок к нему. К этому виду я отношу хольнитены, джинсовые кнопки и так далее. Сейчас установим хольнитены. Делаем отверстия в изделии. Вставляем ножку с изнанки, а шляпку с лицевой стороны. Далее положили всю конструкцию в пресс и зажали. Пресс самый обыкновенный, китайский. К нему я приобрела ходовые насадки на хольнитены разных размеров, насадки на джинсовые кнопки, также на джинсовые пуговицы и на люверсы. Мне кажется, что пресс – это необязательный атрибут, если вы не так плотно занимаетесь декором. Если это так, то пресс, наверное, это лишнее. Весит этот агрегат килограмма 4, точно не знаю его вес, но очень тяжелый. Пользуюсь я им часто. С помощью пресса я устанавливаю кнопки на свою упаковку, также пуговицы на джинсовые куртки. Когда я приобрела этот пресс, то с ним было невозможно работать, по той причине, что ручка абсолютно не поддавалась никаким манипуляциям. Нажать ее было просто нереально. Я смазала вот это место и работать стало значительно легче. Как говорится, как по маслу. Вот основные моменты по работе с металлофурнитурой. Какую ткань выбирать для металлофурнитуры, я уже рассказывала в своих первых видео. Повторюсь, это должна быть ткань средней плотности или плотная. Важно, это не должна быть ткань белая, я имею в виду светлые тона. Выбор делайте в сторону ткани без растяжения, то есть ткань с минимальным количеством эластана в составе. Для декора металлофурнитуры выбирайте плотную джинсу, кожзам, темный миниапрен или футер. Вот вы узнали основные моменты работы с металлической фурнитурой. Надеюсь, эти моменты будут полезны и кто-то из вас уже сегодня возьмет и задекорирует свою любимую джинсовку своими руками. Кстати, еще такой момент. А где купить металлофурнитуру? Где ее можно купить? Ее можно купить абсолютно везде. Вы ее можете купить как в магазинах рукоделия, там есть специальные отделы, где продаются разнообразные вообще, какие только можно. Материалы для рукоделия, для декорирования одежды. Это начинает камней, заканчивая. А есть еще онлайн-магазин, самый распространенный, это Алиэкспресс. Также я покупала как-то фурнитуру в таком магазине, как Велтекс. Но опять же хочу сказать, что это оптовый магазин. У них опыт, по-моему, начинается от 3000, если мне не изменяет память. Вот, там вы тоже можете купить, приобрести для себя фурнитуру. И на Авито даже можете посмотреть. По-любому кто-то да продает. Самое главное, что вы теперь знаете, какая бывает фурнитура, какую ее лучше подбирать для той или иной одежды, как ее лучше устанавливать и чем. А в следующих своих видео я обязательно расскажу о том, как ухаживать за изделиями с металлической фурнитурой. Так как уход за этой одеждой тоже имеет свои нюансы. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. У меня тоже металлическая фурнитура, установленная на моей любимой курсе. Правильно стираю, правильно ухаживаю, фурнитура и, собственно, зенцовка выглядит как новая. И еще один важный момент. Не забывайте подписываться на мой канал. В особенности те, кто любит экспериментировать с одеждой. Я думаю, что здесь вы найдете много интересной и полезной информации для себя.